Мы студия спортивно-эстетической гимнастики джамп, можно сокращенно студия акробатического танца джамп. Существуем мы 9 лет. За эти 9 лет наши дети многому научились. В чем основа нашего направления? Это, конечно же, гимнастика, акробатика и танец. Это очень интересный симбиоз вот этих всех направлений, которые дают очень красивое, интересное и сложное направление, как акробатический танец. Буквально два года назад мы попробовали еще ввести к себе новое направление – это чирспорт. И у нас это очень успешно получилось. Мы очень успешно выступаем на различных соревнованиях. И в этом году две наши ученицы по чирспорту впервые в городе Конаково получили разряд по этому виду спорта. Пока они взяли второй юношеский, потому что они только начали. Но очень успешно выступили на областных соревнованиях, на всероссийских соревнованиях. И в этом году получили уже сразу второй юношеский разряд. В этом году мы решили организовать свои спортивные сборы. Конечно, сборы – это приглашение именитых каких-то специалистов. И к нам приезжала три раза уже чемпионка России по чирспорту, призер европейских соревнований в командном зачете и провела у нас три шикарных мастер-класса. Сегодня у нас как раз сейчас проходит мастер-класс от также именитых спортсменов. Это чемпионы России по спортивной гимнастике. Главный тренер Алексей входил в состав в сборной России по спортивной гимнастике. Сейчас он продолжает выступать, он действующий спортсмен. И сегодня они двумя тренерами посетили наш город и проводят мастер-класс, обучают меня и моего тренера, для того, чтобы мы могли внедрить все эти знания и дальше заниматься с нашими детьми и побеждать. Крайне приятно, что в Канаково развивается спорт и вот такой обмен опытом, особенно что касается детей, происходит. Мы достаточно продолжительное время уже таким образом сотрудничаем. И мне как тренирует человеку, который заинтересован в развитии спорта в целом в стране. Крайне приятно за этим наблюдать и принимать в этом такое активное участие. С момента последней тренировки ученики Дарьи сделали колоссальный рывок. В первую очередь не в изучении новых элементов, а те, которые мы отрабатывали ранее. Улучшилась техника, стало исполнение более эстетичным. Натянутые носочки, колени. Я вот эту эстетику люблю и рад видеть этот прогресс. Мы пришли в джамп, нам еще не было трех лет. Мы пришли совершенно сухие, но тренер в нас поверила. И вот в течение, сколько у меня уже ребенок 4 года занимается, мы очень много тренировались, ездили на многие соревнования. И в этом году у нас были самые крупные масштабные соревнования, это всемирные. И она заняла второе место. Конкуренция была более 40 человек. Хочется отметить наши постановки, которые мы показывали в ДК Воровского. Последняя это была «Красавица и чудовище». Мы ее показали в общей сложности в 4 раза. Один раз был в Твери, один раз был в Дубне. Постоянно эти сказки собирают полные залы. Мы получаем много восторганных отзывов, комментариев. В соцсетях нам очень многие пишут, благодарят и просят приехать к ним еще с другими постановками. В этом году мы посетили очень много соревнований. Мы выезжали на соревнования 2 и даже 3 раза в месяц. Мы посетили всероссийские соревнования по чирспорту в различных городах. Также стали призерами там. Посетили областные соревнования по акробатическому танцу в нашей копилке. Гран-при России по акробатическому танцу. Кубок России по акробатическому танцу. Международные соревнования по акробатическому танцу. И финал апогеи наших достижений – это в мае месяце проходит самое крупное событие – Всемирная танцевальная олимпиада. Она идет в течение двух недель. В Москве несколько десятков тысяч участников по разным направлениям. И в эту танцевальную олимпиаду также входит направление акробатический танец и чирспорт. Поэтому мы смогли два наших направления показать на танцевальной олимпиаде. И хочу сказать, хочу отметить, что ни с одних соревнований мы не уехали без призов. Мы ждем к себе деток от трех лет. Прям самых-самых маленьких уже можно приводить мальчики и девочки. Конечно, все занятия для малышей проводятся в игровой форме. Мы играем. Но играя, мы учим детей спорту. Укрепляем мышечный корсет. Даем базовую растяжку, что необходимо, из чего вообще все начинается. Небольшая танцевальная подготовка, ритмическая подготовка. И дети потом уже получают эту базу и могут уже лет с пяти выезжать на соревнования. У нас дети выступают на соревнованиях уже с пяти лет. Поэтому мы всех ждем в новом году. Будем очень рады новым деткам и их родителям. Да, да, да! Лучше всех! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова